Судейские, сказал я, непреклонны. Таких и нет денег, и таких и нет сил, чтобы их заставить соблюдать законы. Не это ли не подкупность? Я спросил. Вот хулиганы женщины сбивают. Но погодите, у хулиганья резиновых дубинок и не бывает. Тогда пардон, прошу прощения. Полиция нас бережет от нищих и не дает покоя беднякам за службу, что несет она отлично. Последнюю рубашку ей отдам. Теперь, когда я до нога разделся, надеюсь, что ко мне претензий нет. Хоть сам принадлежу к таким умельцам, что ложь разводят на столбцах газет. К газетчикам для них кровь жертв лишь колер. Они твердят, убийцы не убили. А я протягиваю свежий номер. Читайте, говорю. Учитесь стилю. Волшебную гору почти у нас автор. Все славно, что писал он ради денег. Зато бесплатно. Утаил он правду. Я говорю, он слеп, но не мошенник. Торговец рыбой говорит прохожим. Вон не от рыбы. Сам он, мол, гниет. Подлаживаюсь я к нему. Быть может, и на меня охотников найдет. Изъеденному Льюисому роду, купившему девчонку за гроши. За то, что женщине дает работу. С опаской руку жму, но от души. Когда выбрасывает бедных врач, как рыбак плотву, молчу. Ведь без врача не обойтись мне. Уже лучше не перечить мне врачу. Пустившего конвейер инженера, а также всех рабочих на износ. Хвалю. Кричу. Техническая эра. Победа духа мне мила. До слез. Многоточие.